Народный артист России, режиссер Никита Михалков, приехал в Владивосток. Во время своих гастролей он представит приморцам спектакль «12», который местные жители увидят на сцене Театра Горького. Это размышления о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде. Серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого, отметил Никита Михалков на пресс-конференции. Может быть, это будет звучать несколько нескромно, но у меня есть доказательства, есть опыт показывать спектакли этого в разных городах России. И нам кажется, что это нужно посмотреть всей стране, насколько это возможно. Потому что эта история, она совершенно актуальна, и слоган ее для всех и про каждого. 15 лет назад в фильм «12» Никита Михалкова произвел эффект разорвавшейся бомбы. Много лет спустя режиссер вернулся к теме. Помимо самого Михалкова, участие в спектакле приняли актеры из его центра и академии, а также артисты, широко известные зрителям. Владимир Долинский, Сергей Степанченко и Николай Бурляев. Я счастлив, что подарила судьба мне работу с выдающимся режиссером 20 и 21 века. С удивительным человеком, который выстроил всем, не только мне, всем 11 он выстроил. Когда мы начали читать пьесу, у него в 3Т читают, ну все как обычно, бездарно. Все мы читаем, просто мимо текста, мимо мысли. Я думаю, боже мой, за что он взялся, он же провалится после фильма «12», где у него звезды с нами, бездарями, что он сделает. За полгода он каждого дотянул. И вот только сейчас отдельные, многие актеры доходят до того, что он от них ждет. В центре сюжета спектакля «12» обсуждение 12-ю присяжными заседателями уголовного дела об убийстве чеченским юношей своего приемного отца. Это очень интересно. Вот у меня, правда, слов не хватает. Я в конце жизни, в общем-то, он приближается. Я познал, познал, может быть, второй раз в жизни, первый раз работа с Маркой Анатольевичем Захаровым, и второй раз с Никитой Сергеевичем я познал актерское счастье. Также на пресс-конференции Никита Михалков заявил о своем желании создать Евроазиатскую киноакадемию, так как сейчас он не видит смысла российскому кино участвовать в международных кинофестивалях. У меня одна мечта – повторить американское чудо, когда американцы заставили своим кинематографам Голливудов своих зрителей верить, что их кино самое лучшее в мире. Вот я этого хотел бы добиться в нашей стране. Анна Дьякова, Денис Владеев, Новости на Восьмом.